и так стоит ли получать внж в турции любой ценой сейчас пойдет речь о том популярном способе что я куплю в турции дешевую квартиру мне по ней откажут внж я пойду это оспорю и потом мне внж дадут работает это или нет все за и против мое личное мнение итак это статья это видео не претендует на какую-то неоспоримую истину и плюс отныне наши видео не носят какой-либо рекламный характер не носят не призывают к чему-либо то есть я поделюсь сейчас с вами своим мнением по этому вопросу а стоит ли покупать в турции дешевую квартиру сейчас очень многие в социальных сетях говорят о том что у миграционной на самом деле нет каких-либо полномочия вставить лимиты на стоимость квартир для внж раньше это было 75 тысяч долларов сейчас 200 мол миграционная не имеет право этого делать в законе этого не написано и если вы получите отказ только на основании того что ваша квартира по стоимости не дотягивает этот отказ можно успешно оспорить в суде и дальше жить припеваючи то есть вот видео как раз таки будет об этом я хочу проанализировать эту ситуацию с точки зрения студента 3 курса юридического факультета на территории турции у меня есть уже некая экспертность потому что половина уже пройдено я уже могу кое-что об этом сказать мы очень плотно два года занимались как раз таки темой формирование юридического мнения комментирования мы знаем конституционное право и так далее поэтому я сегодня прокомментирую эту ситуацию с точки зрения своей личной оценки и так сценарий неплохой он выглядит даже знаете как решение вопроса почему бы и нет то есть все выглядит логично я покупаю дешевую квартиру который не 200 тысяч долларов а меньше и я получаю отказ подопадов на внж по недвижимости и я иду в суд я это оспариваю и живу дальше то есть вот вот такой сценарий выглядит как план честно скажу давайте мы с вами его просто проанализируем за и против расскажу вам за и против никогда не забуду свою самую первую пару курса введения вправо хукука гириш преподаватель он нам показал слайд включил проектор начал свою лекцию на самом первом слайде был нарисован такой цилиндр который на одну стену отбрасывает тень как прямоугольник другую сторону отбрасывает тень как круг и нам сказали о том что ни одна ситуация не может рассматриваться только с одной стороны однобока каждая истина она имеет свои стороны и если смотреть на ситуацию однобокая то вы не юрист и вы никогда не раскроете суть вы не поймете в чем суть проблемы если вы будете смотреть только вот так поэтому нужно первое что сделать юристу это расширить свой кругозор снять вот эти вот шоры своих собственных мнений впечатлений стереотипов то есть вы должны вообще это все убрать и посмотреть вот так на ситуацию вот так со всех сторон объемное зрение должно быть у юриста это первое искореняем плоское мышление я хочу чтобы у моих зрителей тоже искоренялась плоское мышление поэтому давайте вот рассмотрим аргументы действительно очень весомые аргументы за этот способ они действительно являются правдой в законе не прописан строгий лимит на то какая должна быть квартира по стоимости этого действительно нет в законе сейчас были именно вот внесены некие изменения 75 тысяч долларов и 200 тысяч долларов в последующем это миграционная служба уже внесла данные изменения своими внутренними постановлениями то есть это не закон изменился это диктует нам правило свои миграционная служба административный орган коим является миграционная служба имеет право выпускать на внутренние регулирующие акты циркуляры постановления это нормально это нужно для чего чтобы детализировать работу той или иной системы потому что закон он рисует некую рамку закон он всегда стремится быть всеобъемлющим он стремится быть общим а вот уже административные органы которые обязаны вы исполнять закон они уже вот эту рамочку заполняют свои процедурами с вами внутренними актами своими там постановлениями то есть они регулируют работу своей системы уже детально потому что тот кто закон принимает в общем парламент там не у всех есть полное понимание как в деталях работает та или иная организация поэтому эта организация до регулирует свою деятельность сама она может свою работу свои алгоритмы регулировать это не запрещено с другой стороны у нас есть конституция турции которая говорит о том что ограничение прав и свобод вот такие серьезные ограничения согласитесь этот лимит в 200 тысяч это серьезное ограничение прав и свобод так вот ограничение прав и свобод должно выполняться только законом говорит конституция турции то есть спорный вопрос у нас тут есть а может ли вот так вот лихо вот так вот резко вот так вот жестко миграционная служба стать вот такие вот ограничения связано ли это с внутренней работой системы или это все-таки уже замашка на именно законодательную функцию вот это большой вопрос который не имеет тоже однозначного ответа вот как бы происходит такие споры насколько она иммиграционная служба имеет полномочия но где они заканчиваются это очень сложно сказать вам ни один юрист ни один знаток конституционного права не скажет прям сто процентов точно где заканчиваются полномочия административного органа начинается уже полномочия законодательного органа это очень размытая граница можно спорить об этом очень много но мы понимаем что в законе ограничений таких нет может ли их носить миграционная кто-то скажет да кто-то скажет нет мнение очень разнятся вопрос спорный второй неоспоримый аргумент за данную систему это действительно на сегодняшний день есть решение суда которые вынесены в пользу иностранца у нас есть да такие судебные прецеденты поэтому но это не вранье это не какая-то там рекламная кампания не фейк да есть прецеденты которые говорят что суды иногда выносят решение в пользу иностранца давай теперь рассмотрим другую сторону этой истины перед принятием окончательного решения пожалуйста послушайте меня и уже потом смотрите будете ли вы идти по этому пути или нет во первых что хочу сказать что судебная практика в этом случае крайне мало мы не можем пока что увидеть четкую тенденцию что каждое судебное дело каждый прецедент заканчивается именно только в пользу иностранцев то есть мы не видим однозначную тенденцию к выигрышу таких дел это мы не видим то есть нет гарантии того что вы получите отказ в инжи и стопроцентно выиграете апелляцию вообще в сфере юриспруденции ни на что нет стопроцентной гарантии и очень странно странно выглядит тот юрист тот адвокат который вам стопроцентно что-то обещают то есть стопроцентной гарантии не в медицине не в юриспруденции никогда нет вы во время простейшей операции можете умереть также здесь простейшее дело вроде бы казалось бы все вроде бы на вашей стороне вы можете его проиграть и вот еще что хочу сказать тоже неоспоримый факт и от меня никак не завище чем если в суде одной провинции вы если такое решение то это решение не привязывает суды другой провинции суды другой провинции могут вынести другой решение то есть если допустим мы видим такие прецеденты по ст по из миру я не говорю я к примеру говорю по анталии допустим какой-то прецедент есть это не обязательно что во всех городах обязательно будут суды там и в стамбуле точно такое же решение выносить и в анкаре нет совершенно не обязательно суд анкары может вынести другое решение которое противоречит вообще решение суда из мира это в турции возможно такое может быть то есть по крупным провинциям и не можем сейчас какую-то тенденцию сказать что будет суды если я вот что хочу сказать если в каком-то городе мы видим положительный прецедент не обязательно что в вашем городе он тоже будет это тоже неоспоримая истина также вы должны понимать что если вы подали на апелляцию то сама по себе подачи на апелляцию не дает вам право оставаться в турции до конца разбирательств для того чтобы остаться в турции до конца разбирательств на это суд должен вынести еще и отдельное решение которое вам позволяет это сделать сама по себе апелляция это не так не работает что вы подали на апелляцию и сидим в турции так как бы мы продлили себе нет то есть вы должны будете выехать если получили отказ то есть если переводить с юридического на простой язык миграцион очка подожди пожалуйста пускай этот иностранец дождется решения суда тогда уже уезжает то есть на это суд должен вынести отдельное решение если этого решения нет вы обязаны выехать поэтому этот способ также не всем подходит если вам не нужно в турции прям жизненной необходимости нет здесь находиться можете выехать ждать апелляции рассмотрение апелляции в какой-то другой стране то то пожалуйста дальше если подобные апелляции получат массовое распространение то мы не знаем как будто обстоят дела и какая тенденция наметится единичные случаи могут нам показаться весьма убедительными однако не исключено что получив массовое распространение подобная практика будет восприниматься как явная попытка обойти постановление миграционной службы то есть пренебречь миграционной политикой страны не исключено если речь пойдет об апелляциях где фигурирует колоссальная разница в стоимости например требования миграционной службы мы все знаем 200 тысяч долларов если если допустим иностранец покупает квартиру за 35 тысяч долларов и идет на апелляцию то смотрите это может вот меня это как юриста будущего наводит на мысли о том что эта попытка использовать свои права как бы в корыстных целях получается то есть получается что вы зная это правило миграционной службы специально приобретаете слишком заниженную стоимость рассчитывая лишь на результат апелляции то есть заведомо знаете что вы пойдете на эту апелляцию и вот рассчитывая на апелляцию вы специально намеренно покупаете квартиру по низкой цене то есть закон он вами используется не для восстановления справедливости больше а как способ обойти вот этот лимит соответственно принципы права любой страны этого не одобряют самое важное в праве это справедливость что мне этот ваш лимит я возьму там какой-нибудь сарай за за 30 тысяч долларов и в суде я все выиграю все меня будет хорошо согласитесь это использование своего права в корыстных целях то есть есть тут какая-то вот такая нотка хитрости что ли хитра попасти которое наводит юриста будущего вот как меня на на размышление если подобная практика получит широкое распространение то получится что судебный аппарат то есть наши суды они вступят в некую конфронтацию с административным аппаратом с аппаратом управления получается что как бы суды той же страны будут выносить постоянно решения против миграционной службы той же страны то есть это будет странно то есть если все суды страны будут выносить решение против миграционной политики этой же самой страны согласитесь это тоже немножечко странно к а каждый ли судья займет эту позицию задумайтесь миграционная служба также в свою очередь может негативно отреагировать на эту судебную практику смотрите судебное решение у вас на руках на практике даже если вы выиграли эту апелляцию она вам не дает стопроцентную гарантию что он теперь будет до конца жизни продлевать внж такого нет то есть что он беспрекословно так будет поклоняться теперь миграционная служба и все и вы там швырнете на стол эту апелляцию все вашей жизни изменится нет миграционная может так скажем пойти на принцип дать вам на сей раз отказ по другой причине не продлить то есть это не исключено на практике то есть почему не дальше на местном уровне административный процесс выиграть недостаточно вы должны понимать что и предусмотрены вышестоящие инстанции обжалования для административных процессов тоже вот здесь уже судебная практика совсем скудная то есть выиграем ли мы на этапе более высокой судебной инстанции вопрос вопрос которым нужно озадачиться конечно также я хочу привести несколько аргументов в пользу миграционной службы то есть чем вообще руководствуется миграционная служба это ж не так что просто министром проснулся и сказал все от мне приснилась сумма 200 тысяч долларов гоним в шею этих иностранцев до свидания то есть жириновский договорил чемодан вокзал да нет так нет есть причины же на это какие-то давайте посмотрим какие у миграционной службы есть причины чтобы делать вот такие лимиты во первых законодательная система в турции она очень медленная неповоротливая думаю не только в турции вообще закон он так легко не принимается за одну ночь там это не горячие пирожки в булочной это происходит очень долго поэтому миграционная служба это такой орган которая которому нужно регулировать миграционную политику иногда изменения они настолько быстрые что законодательный орган может не успеть за ними нужно кое-что отрегулировать здесь и сейчас большой поток мигрантов вы знаете он вызвал бурную реакцию общественного мнения и народ в общем-то взбунтовался уже что же в турции то не осталось то наших местных уже все одни в общем-то иностранцы здесь не только к русским претензии не только к на к нашим братьям славянам здесь претензий очень много из афганистана приезжих из сирии то есть а и откуда только нету поэтому естественно народ бунтует буйным цветом процветает нелегальное трудоустройство такое количество иммигрантов за ними невозможно проследить вообще они платят налоги они вообще имеют рабочее разрешение где они там работают на что они живут как это вообще отрегулировать говорит миграционная миграционная служба хочет оценить конечно же мигрантов с малой платежеспособности привлечь таким образом внимание к более дорогим объектам недвижимости к более дорогим инвестициям более того миграционная говорит так что в нже по по тапу она ведет же к гражданству это один из способов получить гражданство поэтому этот вид в нже он ценный его не нужно раздавать всем подряд кто был купил лачугу за 20 тысяч долларов то есть этот человек в итоге станет гражданином страны то есть но вы понимаете да что гражданином страны не может стать кто попала миграционная служба в этом в чем-то до права что нужно как-то отсеивать а самый простой способ отсеять это денежный лимит да вот так то есть нужен некий фильтр говорит миграционная как мы не можем всем подряд гражданство в итоге раздавать поэтому если вы собираетесь купить дешевое жилье рассчитывая на вот такие вот апелляции так далее но лично я бы наверное не стала этого делать потому что получается согласитесь так что ну кто угодно купив какой-то ветхий домик в какой-то провинции богом забытой на окраине может все получить те же привилегии которые получают иностранец которые приобретают за 200 тысяч долларов за 75 тысяч долларов жилье да то есть согласитесь поэтому если денег нет на дорогое жилье то возможно стоит рассмотреть альтернативные способы получения турецкого внж все таки и чтобы укрепить свои позиции как альтернативный способ нет конечно вы можете пойти по этому пути я никого не отговаривают я просто высказываю свое мнение я уже сказала что положительное решение суда есть это не вранье но я бы я бы так не сделала потому что она есть правило не нарушать правила а вот поэтому можно что сделать поступить в университет хороший способ легальные тоже вид гражданству устроиться на работу с оформлением рабочего разрешения и ну или покорить сердца турецкого махчо или укоротить непокорную турчанку либо же стоит возможно рассмотреть какую-то другую страну для переезда и присмотреться к турции чуть попозже когда ситуация немножечко утрясется иммиграционная политика смягчиться поэтому обязательно прежде чем принять какое-то решение взвешивайте за и против для кого-то как я уже сказала не принципиально находиться в турции может попробовать это купить более дешевую квартиру подать на внж получить отказ подать на апелляцию это как бы не запрещено это не это законный все таки путина вы имеете право на это подать на апелляцию вот апелляция это уже как будет вашу пользу не будет тоже другой вопрос ну если вдруг что останется у вас квартира в турции куда в любом случае можно приезжать ничего страшного апелляцию можно подождать там другой стране вам есть куда уехать если что если вы в такой ситуации конечно да это другое а если вам нам критично прямо в турции находиться здесь и сейчас это вопрос жизни и смерти вы на последние деньги там эту квартиру покупаете потом с этой квартирой что делать вы не знаете если вдруг что вопрос легализации вашей стоит очень остро вот вы из вам надо прямо здесь и сейчас то как вот вот этот опыт апелляции как именно стопроцентную гарантию как какое-то супер решение как вот что-то как панацею как волшебную таблетку я бы рассматривать все таки не стала решать только вам решать только вам дорогие зрители я высказываю мнение свое ни к чему не призываю призываю лишь к размышлению лишь к размышлению больше ни к чему также я не имею права рекламировать юридические услуги и так далее и консультации не даю так что до встречи в следующих роликах